Решение проблем обманутых дольщиков Стерли-Тамака обсудили в правительстве Башкортостана на традиционном стройчасе. По словам мэра Второго, по величине города республики, сегодня в числе долгостроев три объекта – ЕТЗК, Башстрой и Уфа-Квартал. Самая серьезная ситуация – с двумя домами единой торгово-закупочной компанией с суммарной площадью более 18 тысяч квадратных метров. Обе многоэтажки на 211 и 161 квартиру готовы всего на 5%. Строительство заморожено, заведено уголовное дело. Городские власти вместе с потенциальными застройщиками рассматривают варианты завершения строительства, рассказал мэр Стерли-Тамака Владимир Куликов. Необходимо провести мероприятие по регистрации объектов незавершенки. Здесь это нужно через арбитражный суд. Я думаю, что до 31 мая здесь срок мы поставили. Оформляем права застройщика на земельные участки. Здесь это через конкурсовый управляющий, опять же через суды. Но срок поставили мы до 1 июля 2019 года. По предварительным оценкам, все процедуры завершатся до 30 сентября этого года. Главной проблемой мэр Стерли-Тамака назвал частую смену арбитражных управляющих. Одна из основных причин – их работу просто некому оплачивать. В свою очередь, руководитель компании-застройщика заявил, для разработки финансовой схемы завершения строительства необходимы реестры кредиторов и тех, кто претендует на жилплощадь. На сегодняшний день документы просто не сформированы. Продолжение следует...